Ковид-диссиденты могут понести реальное наказание. Более двух тысяч дел рассмотрено в этом году районным судом Полярного. В числе рядовых случаев, которыми стали нарушения предписаний правительства о ношении масок, есть и, например, непредумышленные убийства. К чему приводят пьяные конфликты, не понаслышке знают прокуроры, адвокаты и судейская коллегия. Так, например, в Александровске вынесен приговор двум жителям Полярного, которые во время пьяного спора избили третьего собутыльника. А травм потерпевший скончался. В процессе следствия подозреваемые отрицали вину, скидывая ответственность друг на друга. Суд вынесен приговор в виде лишения свободы на 9,9 лет. Этот случай не рядовой, а вот по более ординарным делам еженедельно рассматриваются десятки протоколов, например, о несоблюдении предписанных региональным правительством правил. В течение 2020 года в суд на рассмотрение поступило порядком 200 административных протоколов в отношении жителей ЗАТО Александровск. За неуполнение ими правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день жители Александровска проштрафились более чем на 105 тысяч рублей. Но многих не наказывают рублем, а выносят предупреждение. На текущий момент в районном суде рассмотрено более 1050 гражданских дел, из которых основную массу споров составляют жилищные и семейные. Уголовных дел 80. В основном это кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. С 2020 года районные суды рассматривают теперь споры о взыскании элементов. Но только в том случае, если в деле, кроме взыскателя и должника, участвует еще и третье лицо. И может быть, к примеру, прежний супруг, в отношении которого должник также имеет элементные обязательства. Также имеются новшества в отношении гражданских дел. Теперь, если ответчик по делу до принятия судом решения признал исковые требования в полном объеме, то с него в пользу истца взыскивается только 30% государственной пошлины, а остальные 70% истцу возвращаются из бюджета.